Перед началом данного ролика я бы вам порекомендовал группу минифейсов FIFA 16, FIFA 15 и FIFA 14 Очень качественные минифейсы для FIFA 16, FIFA 15 и FIFA 14 Замечательные люди делают минифейсы, каждый день буквально радуют людей Надеюсь после этого ролика в группе станет побольше людей, так как хотел бы сказать то, что на данный момент главным администратором в этой группе, как мы видим, являюсь я И минифейсы 50 на 50, 50% делает Денег Режевский, 50% делаю я, то есть Арман Как мы видим, вот Бай от Хохюга, сделал я Францию к Евро 2016, все минифейсы тут новые, давайте скачаем тоже, посмотрим Вот, скачиваем, смотрим, и вот, видите, отдельно Рами у нас, новый, например, Поль Пагба Вот новые абсолютно минифейсы, как их установить будет все в ролике Ну а я вам сейчас просто показываю то, что все эти минифейсы делал я Я вам клянусь просто, что это я, просто скачиваю картинки, в фотошопе все это делаю Ну и в ваших же интересах подписаться на эту группу, так как минифейсы выходят довольно часто И как только начнется сезон 16-17, мы также будем делать минифейсы для всех-всех-всех топовых клубов Ну где-то примерно сделаем для топ-100 клубов FIFA, наверное, мне так кажется Минифейсы будем по очереди делать Поэтому не забудьте подписаться, если вы хотите, чтобы у вас всегда были самые последние минифейсы для FIFA Ну а мы, пожалуй, приступаем к ролику Всем спасибо! Всем привет, дорогие друзья! С вами Эдхох Юга И сегодня я записываю вторую часть туториала На этот раз мы поговорим о установке минифейсов Что же такое минифейсы? Минифейсы — это портреты игроков разрешением 128 на 128 в формате .png Которые используются у нас для портретов игроков Также команд, но и в данном случае игроков В режиме карьеры, при выборе состава Например, в режиме карьеры, когда, например, пишут новости о игроках Когда вы выбираете составы в левом верхнем углу Именно их фотографии, понимаете? Ну думаю, вы поняли, о чем я Думаю, вам скрины и так далее кидать не обязательно Думаю, вы поняли, что это такое И многие мне спрашивали, как ты поменял их Почему у тебя новые, например, FIFA 16 по умолчанию У того же Месси, сейчас покажу, какой минифейс По умолчанию FIFA 16 минифейс Месси выглядит вот таким образом То есть также эти минифейсы отображаются, забыл сказать, и в Ultimate Team режиме То есть на карточках, если вы сейчас поменяете минифейсы Установите новые минифейсы У вас будут не вот такие вот, как по умолчанию А будут именно новые минифейсы, которые вы установили Ну как сказать новые? В смысле сезона 15-16 Хотя, несмотря на то, что он уже закончился И сейчас идет евро И сразу после евро начнется сезон 16-17 Там уже пойдут новые фотографии Тогда я уже, конечно же, сделаю новые минифейсы И вам покажу, как установить новые минифейсы По умолчанию у Месси такая карточка В моей карьере за Барселону, как мы могли видеть Ой, не карточка, а фотография В смысле фотография у Месси вот такая вот Вот такая вот, вы видите в уголке Вот я курсором направляю Вот такая вот фотография Как мы видим, вот эта вот фотография сезона 14-15 Ну мы можем по форме увидеть И по лицу, по прическе По этой прическе и по форме, как мы видим, мы можем увидеть То, что у всех игроков тут с формы сезона 15-16 Ну и сами фотографии все новые Это и называется минифейсы Как же их поменять, как же установить новые минифейсы Я вам сейчас и покажу Для этого мы скачиваем архив Ссылочка будет в описании Если вы смотрели мой прошлый ролик про табло То там я уже показывал, как этот архив открывать Что с ним делать, какую программу открывать Ну, если вы хотите это все посмотреть То, пожалуйста, посмотрите первый ролик А так, если вы знаете, то это вам не обязательно смотреть Мы открываем этот архив И у нас тут 4 папки Графический патч, минифейс, регенератор и табло Нам нужны 2 папки Это минифейсы и регенератор В первом случае нам нужна папка минифейсы Мы ее открываем И у нас есть тут папка дата Теперь мы на время Пока что наш архив отодвигаем в сторону И открываем нашу папку свифой По умолчанию это Это компьютер Аcer Ну, в смысле не Acer, а локальный диск C Компьютер, локальный диск C Программ файлос x86 И папка origin games У вас должна быть здесь И видите, она у меня пустая Либо же это будет C Программ файлос И тут также origin games В моем случае я ее поменял на D Программ файлос x86 И origin games Потом заходим в папку FIFA 16 И у нас вот так вот Тут будет очень много файлов Конечно, у вас будет немножко поменьше файлов Возможно, у вас вообще будет очень мало тут файлов Ну, буквально файлов, не знаю Буквально вот так вот, все Возможно, будет чуть вот так вот Но у меня прям конкретно тут очень много файлов На это не обращайте внимания Как только мы открыли эту папку Мы возвращаемся к нашему архиву И видим папку data Чтобы установить минифейс Нам потребуется просто перенести папку data Вот сюда Именно по пустому месту То есть не куда-нибудь в какую-нибудь папку случайно Ой Либо левее, либо правее Но лучше правее Там, где по свободе пространства Например, вот я вот так покажу сейчас Вот, допустим, не в какую-нибудь папку случайно Чтобы у вас так синим загорелось Именно по пустому месту Вы переносите сюда Я переносить не буду Так как у меня сейчас система минифейса сбросится Я небольшие там новые сделал К евро 2016 Я вам с вами позже поделюсь ими Как только доделаю абсолютно все минифейсы по евро Я вас с вами поделюсь ими обязательно Как только вы перенесли У вас покажут Заменить файлы Ну, пройдет небольшая загрузка Потом Покажут Заменить эти файлы в папке назначения Вы нажимаете Ну, нажимаете заменить да Потом у вас Если вы нажмете один раз заменить да А то у вас будет так вылезать, вылезать, вылезать и так Будет вылезать около трех тысяч раз Поскольку минифейсов Тут сейчас покажу сколько Вот, открываем эту папку Все полностью до конца И у нас тут чисто файлы Как мы видим с иконкой фотки Ну, мы сейчас откроем Вот видите, это самые обычные минифейсы Вот, если я ничего не путаю Вот Андрес и не ест И, как мы видим, абсолютно новый минифейс Не такой, как у нас в FIFA по умолчанию Что у нас еще нужно тут Не знаю, кто это Еще подели генды какие-то Может кто-нибудь еще интересный есть Ну, вот я нашел Райан Гиггс Тот же, это для патча легенд Для Modding Way Гарри Невил Если ничего не путаю Дэвид Бекхам Ну и много всего интересного у нас тут есть Оливер Кан Тут я даже заметил Давайте из тех игроков, которые сейчас играют Допустим Неймар Вот, как мы видим Новый минифейс Неймара сезона 15-16 Когда выпустят минифейс сезона 16-17 Я также запишу новое видео Как установить самые новые минифейсы Но пока рано Итак, на чем я остановился Чтобы проверить, что это точно минифейсы Тут, как мы видим, абсолютно все файлы одного разрешения И все это минифейсы Вы не волнуйтесь Никаких вирусов в файлах с картинками быть точно не может Все эти картинки одного разрешения Одного размера практически Видите, по 16 килобайт каждый файл почти весит Вот буквально этот 65 Не знаю почему Ну, в общем, все практически одного размера И, как мы видим Всего таких файлов тут Давайте все это дело выделим И выбрано 3651 файл 3651 файл Думаю, вы поняли Тут без слов все понятно То, что файлов тут Огромное-огромное количество И все эти файлы Это чисто минифейсы для всех игроков FIFA 16 Думаю, почти каждый футболист FIFA 16 У вас будет с новым минифейсом Я так думаю Эти минифейсы полностью совместимы с патчем ModdingWay Так что вы не волнуйтесь Как раз таки они сделаны для патча ModdingWay Но если у вас нет патча ModdingWay То вы можете без патча ModdingWay установить У вас так же все заработает Как мы видим, тут все картинки И на чем я остановился Как только вы сюда, получается, эту папку поместили Эту папку дата сюда скинули Вас будет вылезать Заменить файл у папки назначения Если вы можете нажимать по одному дату Вы видели там 3651 минифейс То есть вам придется примерно около 3000 раз нажимать Да, возможно у вас не вылезет Заменить файл у папки назначения Я, честно говоря, не знаю Если даже вылезет То вам нужно сделать следующее Поставить галочку на Как бы Да для всех Или что-то типа того В общем, чтобы типа для всех И нажать заменить И у вас пройдет загрузка Если же у вас нету Не вылезет такого окошка То все тоже замечательно Не волнуйтесь А вот эта вот загрузка Как только вы сюда переместите Допустим Давайте я вам Просто для прикола покажу Вот как будто бы вот эта папка с вифой И вот мы вот сюда папку дата И сейчас посмотрим примерно Сколько по времени Эта загрузка будет идти Вот тут вот для начала будет так же Но тут секунд Десять, думаю, пройдет Да И вот эта вот загрузка Сама, как мы видим Ну, довольно быстро Мне кажется Не слишком долго Около Ну, на моем компьютере Около десяти секунд На вашем компьютере Ну, тоже Если у вас еще мощнее компьютер То где-то тоже в этом районе Если у вас помедленнее компьютер Ну, не больше минуты Мне кажется Эта загрузка будет идти И после того, как вы все это сделали У вас появится папка дата А если у вас ее не было А если она у вас была То в папке дата Появится папка ui И image assets Затем папка heads И все эти минифейсы Которые вы переместили У вас уже абсолютно здесь И все хорошо, как мы видим Получается все Мы установили минифейсы Но что же делать дальше? Если мы сейчас попробуем Зайти в фифу То мы увидим то, что минифейсы У нас не установлены То есть ничего этого не работает пока что Что сделать, чтобы все работало? Для этого нам понадобится уже вторая папка Которая называется регенератор Мы ее открываем У нас тут есть три файла Это не вирусы Не волнуйтесь Хотя название немножко странно i68controller Но это пользователь так назвал Это не я создавал эту программу И так далее Это все без вирусов Не волнуйтесь Антивирус отключите Поскольку он может ошибочно посчитать То, что это вирусы И так далее Но это не вирусы Я просто на 100% уверен Ребята Не волнуйтесь Все хорошо И мы открываем Получается файли k68controller.exe Да, мы его прям Из архива открываем Чтобы если не хотите Разархивировать его Ой, прошу прощения Вот, я открылся Второй попытки У нас появились иконки Наконец-то здесь Теперь все хорошо Если же у вас будет без иконок Не волнуйтесь Все хорошо У меня же есть иконка И называется эта иконка Регенератор Если у вас же нет иконки То вы Знаете то, что она находится В левом нижнем углу Самая левая нижнем углу Кнопка Вы как только на нее наведете Она вот так вот немножко Как анимация Будет как будто она вот так вот Вылезет чуть-чуть Видите, вот анимация происходит Как только я навожу Вам нужно левая и нижняя Именно под фотографией Мэйси Запомните Левая и нижняя Под фотографией Мэйси И мы просто нажимаем Один раз Левая кнопка выше Нажимаем И у нас начинается индекс Что-то, что-то Что-то там Еще какая-то строка И ready to work Все Больше вам ничего Не требуется Ready to work Все Вы установили полностью Все минифейсы Давайте сейчас их проверим В работе Это окошко мы можем закрывать Зайдем, допустим В Ultimate Team И вот как мы видим Мой состав И видим У всех минифейсы Абсолютно новые Жерарда Уфау У него и минифейс Стандартно Вот есть Постфифа 16 Новый То есть это все хорошо Итак Родриго у него Новый минифейс Нолита Новый минифейс Ракитич Конечно же Все бросил Новые минифейсы Монтойя Новый минифейс Из Интера Маскерану Это я уже обновляю Минифейсы Копа Америка Как мы видим Рафиня Датурана Дурис Ляпорт Данила Мунир Коноплянка Я обновил минифейс К Евро 2016 Это фотография Ну и что еще Мунир Например Тот же С новым минифейс Вот у Браво Новый минифейс Как мы видим Также я обновлю Сборную Испании Совсем-совсем скоро Неймара К сожалению Ну тоже Новый минифейс Конечно Но я обновлю И Неймару Суарес До Копа Америка 2016 Вот у Месси Как мы видим Самый последний минифейс Буквально Сделанный на этой неделе И видите Он с бородой Тут такой Брутальный Прям вообще 94 рейтинг Месси Тоже новый минифейс У Маскерану С Копа Америка У кого еще Новые минифейсы Сборная России Практически Вернее не практически А и так Абсолютно у всех Новые минифейсы У сборной России Кроме как У Алана Дзагоева Поскольку он не участвует В Евро И он не фотографировался Именно для Евро Поэтому у него Нового минифейса Нету Широков У Денисова Также нету В последний момент Выбыл Камбаров Игнашевич Березуский Кузьмина Кингфеев У Черешева Также нету Он выбыл В последний момент Ну и У всех остальных Кто не участвовал В фотосессии Но все равно У многих Все таки Тоже У Дениса Черешева Новый минифейс На самом деле У него Фифи по умолчанию Другой минифейс Как мы видим Тут немножко другой Из Валентии Самый последний В той же Франции Как мы видим Абсолютно новые минифейсы Сделанные мной Не говорите то Что я взял Где-то их Не знаю Скачал С какой-нибудь формы Эти минифейсы Я делал Лично сам Либо же Их делал Кто-то из моих коллег Из группы Минифейс Из фифа 14-16 Они чуть позже Варан К сожалению Не участвует В Евро Но мы видим У него новый минифейс Из зоны 15-16 Также Вот все Кто участвует В Евро У них минифейс Как мы видим Обновленный Диара Не участвует Бензема Вальбуэн Олекозет Зума Сахо Эвра Участвует Вот Поль Пагба Тот же Видите Самый новый минифейс С его прической Хотя он уже Буквально Сегодня утром По-моему Поменял еще одну прическу Он блин Эти прически Каждую неделю У меня это так что Минифейсы делать Каждую новую прическу Это полный бред А так Вообще Если честно Я доделываю минифейсы До чемпионата Европы Я их доделываю Не до конца Не все Например Я не сделаю Сборную Португалии Давайте я вам покажу Сборную Германии Я еще вообще Не начинал даже делать Если мы посмотрим На фотографии Тут видите Вот Например Эти все минифейсы У нас стандартные Из фифы Тони Кросс У нас Видите Новый Зря у Мадрида Но все же Не из Германии Эктор у нас Все минифейсы По умолчанию Практически Вот Торштегина Новый минифейс У Мустафи Можно сказать Валенцийский минифейс У кого еще Ну У Эмриджана У Подольского Допустим Ну все равно Эти все минифейсы По умолчанию Фа-16 Я их обновлю И буквально Сегодня-завтра Уже у всех Этих игроков Будут минифейсы Со сборной Германии Из Чемпионата Европы Да Ребята И тогда И как только Я сделаю Пак абсолютно Всех сборных Ерва-2016 И Копа Америка Некоторых Топ-сборных Тогда я Обязательно Запишу Новое видео Как же установить Эти минифейсы А так Пока что Все что есть Я вам скинул Ну пожалуй Все Я долго задерживать Видео не буду Думаю Вы уже заждались Ну думаю Я вам показал Как установить Минифейсы Все понятно Если у вас Вырезают Какие-то ошибки Минифейсы Не поставились Не запускаете Файл Или еще что-нибудь Пожалуйста Я знаю столько ошибок Я уже столько Их наисправлялся То что Блин Могу вам помочь Практически С любой ошибкой Пожалуйста Пишите в комментарии Все ошибки Которые у вас вылазят Вопросы задавайте Я на все Всегда отвечаю Всем спасибо За просмотр Ставьте лайк Если это видео Вам помогло Всем удачи И всем пока Ну а мы Переходим К третьей части